Стальной Хватроссии привет! Все подписчики на канале youtube привет! Евгений Станицы Павловской огромный привет! Для вас приехал кок, кок номер четыре запечатанный. Сейчас мы его раскроем и быстренько проведем калибровку. Значит сразу скажу, что я сначала проведу как есть калибровку, потом пробрызгаю ВД-шечкой и дам постоять. И потом вторую калибровку уже, ну вторым эпизодом снимем вторую калибровку. Сейчас я вот так вот открыли. Ну что-то очень сурово мне на первый взгляд. Ну в общем все стандарта. Блистер, здесь ничего нету, информация там где купить, что такое фирма AeroMind и где она находится, что она выпускает. Вот такой, кстати накатка какая-то, ну скажу вам что-то гладковатая. Ну давайте сразу же параметры. Что первое бросилось в глаза. Значит вот она четверочка. Еще раз навожу. Кок. Кок номер четыре. Расстояние, что-то какое-то показалось не расстояние, но уж дюжа суровое. Я в упаковке правда мерил. Ну, сейчас поточнее. Вот 75,4. 75,75. 75,4 расстояние между ножками. 95,8. 95,3 точнее, да? 95,3. Ручка 18,9. Ну, 19 миллиметров. То есть не сказать, что там ошибка большая, но опять же в параметрах. 19,19,4. Значит, на пружине восьмерка. Ну, 7,9, 8 мы знаем, что вот такая пружина у четверки. 8 миллиметров. Диаметр намотки 38,5. 38,6. Стандартный диаметр намотки. Ну, внутренний не буду показывать. Сейчас делаем калибровочку. Евгений, вот такой. Сейчас я попробую на часкраш. Суровый, суровый, ребят. Евгений, очень суровый. Сейчас посмотрим. Я чувствую даже по часкрашу. То есть 95 килограмм. Ну, посмотрим. Должен быть где-то, наверное, точно. Под 95. Итак, КОК-4. Ну, что-то странная накатка какая-то. Может быть, они изменили. Изменили накатку. Но она достаточно... Вот, видите, я как бы трогал. Гладкая очень. 9. Расстояние такое суровое. Вот, по нулям. Поехали. Понатягиваем. Главное, чтобы у нас ровненько ручки закрылись. Да нет. Ну, что да нет. Да нет, да-да. В общем, так. Как я и... Ребят, как вам и говорил. Но уже, наверное, все-таки определенный опыт. Вот, видите. Накатка. Мягкая, скажем так, накатка. Вот так. Вот ручки. Ну, просто микрон. Видите, да, зазор? Вот, если в этой проекции и ручка одна подлиннее, тоже это заметно. Ну, вот так, в принципе, и касание было. 95 килограмм. Ну, вот, как я вам и сказал, кому показывал фотографии, что, скорее всего, будет 95. То есть, думаю, что за 95, но это уже совсем нереально. Пружина такая матовая. Матового цвета. 94,6. Значит, что там дальше у нас? Дальше я вам показываю стандартную процедуру. В общем, не буду я, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Или натяну. 142 килограмма. 142 килограмма. Это середина. Ну, витки, смотрю, вот, сильно достаточно раскрыты. Я не думаю, что где-то упор идет. Но я все равно ВД-шку сейчас сбрызну и вторым эпизодом сниму вторую калибровку. 94,6. 142 килограмма на середину. Сейчас я выставлю эту середину. Проверим. Насколько совпадает. Все, поехал натягивать. Посмотрим. Ну, вот. Вот так вот. То, что мы измерили. Вот трос шел ровно вот по полоске каптанов краж, где написано. Здесь и здесь равные расстояния отрезки. 2,5 дюйма ровно посередине легли. Так называемая генометрическая середина. Вот та сила, которую кисть оказывает на эспандер, она вот приходится на середине. Ну, вот и смотрим. Все абсолютно точно. Все. При таких нагрузках в 400 грамм это не считается однозначно. Килограмм даже не считал особо. Вот такая середина. Значит, о чем, Евгений, разговор шел. Ну, и все ребята. Чтобы вот так и с этим эспандером работать, динамометрия, ну, для типа, для типа нужно за 120 килограмм. За 120 динамометрии. На динамометрах типа Lafayette, Tec, Jamar. Вот такая динамометрия нужна будет. Только чтобы попытаться его с дипа закрыть. Суровый эспандер. Ну, вот впервые почему-то я, может быть, не обращал внимания так сильно, но накатка показалась вот достаточно гладковатой. Сейчас я пройдусь ВД-шкой. Время у нас на часах 4-4 часа. Ну, где-нибудь через час в 5 проведу вторую калибровку. Посмотрим, что там село, не село после первого сжатия. Ну, вот первый раз мы сжали. Сейчас посмотрим, насколько там могло у нас усесть. Да, да, да. Вот, пожалуйста. О чем я и говорил, что 73,7 было 70, фактически 5,7 ушел на 2 миллиметра. Сейчас еще ВД-шечка, еще я его немножко погоняю и замеряем через час. Вот такой Евгений эспандер от Каптанов Краш пришел. Четверочка. Вечером я сделаю отправочку. Все, встречаемся в обители. Пока. Еще раз всем привет. Как и обещал, прошел ровно час. Ровно час. Значит, прошел самогнезий. Тут видно между витков остались. Остались. Осталась эта жидкость под названием ВД-40. Значит, посмотрим. Тут я его на несколько раз в аппарате поджимал. Тут попробовал, значит, с краж, что-то сегодня не могу даже нормально прожать. Значит, смотрим. Когт-4. У нас параметры, естественно, здесь ничего не могло измениться ни с пружиной, ни с ручками, только расстояние. Нас волнует расстояние. Давайте посмотрим. 73,7 Расстояние больше не изменилось. Так, а осталось 73,7 73,6 74 миллиметра. Ну, как кому удобно. Он, скорее всего, до 73 даже вряд ли просядет. Ну, и, в общем-то, смотрим теперь у нас нагрузочку. Насколько изменилась нагрузка. Вот она. Четверочка. Опять же, смотрим острый край. Его зажимаем. Так что, Евгений, все сейчас еще раз откалибровываю и на этом отсылаю вам в станицу заниматься. Может быть, первый, кто сможет закрыть с карты, Евгений. Буду ждать видео. Да даже даже с гипсета будет интересно посмотреть. вот такая интересная стабилизация произошла. накатка еще раз скажу, достаточно глубковатая, интересная матовая пружина. Теперь смотрим здесь. Вожу. касания нет, но в этой проекции ручка коснулась. Чуть одна длиннее ручка, которая накрываемая была плавная, чуть ниже опущена. 92 килограмма. Все были правы. Евгений, значит, вы после, скажем так, малой сезонировки более правильно сказали, 92, я стартовые 95 сказал, да? Ну вот смотрите, насколько она усела. 1,7 миллиметра, чуть меньше 2 миллиметров произошла усадка между ручками. И с 94,6 на 92,1. 2,5 килограмма. На 2,5 килограмма села четверка, вот стал 92 килограмма. Все. Высылаю. Значит, вот такой с таким презентом, с магнезией, скалолазной, полный пакетик здесь, вот такая она там лежит внутри, есть кусочки, есть помельче, будете пользоваться. Главное, чтобы руки были не влажные, не сырые, не жирные, потому что что вы там будете пробовать, там, с любого закрытия тут надо, чтобы он как влитой сидел в руке, а я вот напоследок с дипа установлю. Ну вот. Вот мои результаты. Все. Всем пока, Евгений. Здоровья вам. Встречаемся в обители, заказывайте эспандеры и другие спортивные снаряды. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.